Всем привет! В эфире нашего телеканала программы Калейдоскоп. И сегодня мы зашли в уютное антикафе Joy, чтобы отдохнуть, ну и заодно рассказать вам обо всем самом интересном, что произошло в нашем городе за минувшую неделю. Мария, знаешь, когда прихожу вот в такие места, всегда начинаю скучать по прошедшему времени, когда я училась в университете, когда было свободное время, чтобы зайти, выпить чашечку чая, поболтать с друзьями, поиграть в какие-нибудь игры. А у меня вот антикафе вызывает не только воспоминания о студенчестве, но и желание съездить куда-нибудь к морю. Ну, я надеюсь, наш с тобой желание осуществится, но, к сожалению, не в ближайшее время. Но мы с тобой можем насладиться по-настоящему курортной атмосферой в одной из библиотек нашего города. А создал ее рязанский художник Дмитрий Папандопова. В библиотеке номер пять, в одном из ее маленьких залов, несмотря на хмурую осеннюю погоду, плещется море и ярко светит солнце. Правда, всего лишь на картинах, но порой и этого достаточно, чтобы на душе стало чуть теплее. Город, изображенный на полотнах и даже название выставки этому способствует. Где-то есть город, в котором тепло. Это строчка из песни Рождественского. Там действительно тепло, это же йог все-таки. И вообще там тепло, когда придется в душе тепло. Речь идет о геленджике. Для художника Дмитрия Папандопула это родной город. Хоть сегодня он и живет в Рязани. Однако сам автор отмечает, что на его работах изображен геленджик, которого уже нет. Вот это геленджик 20 века. Это 80-е, 90-е годы. И может быть, две, три работы, там, 2000-й год или 2001-й. То есть это геленджик уходящий. Сейчас он не тот. Поскольку я коренной геленджик, я люблю тот одноэтажный геленджик. А это не тот. Сейчас особняки, он разрослись там, два-три этажа. Сейчас многоэтажки испортили город. Тот зеленый, одноэтажный, пухэтажный. Я тот геленджик и люблю. А этот я даже не рисую. Всего здесь представлено 16 работ. В основном графика и акварель. Но главное не то, как изображено, а что изображено. Из этих картин художник попытался создать законченное мозаичное полотно, после созерцания которого в душе каждого оставалось бы теплое, радостное чувство. Мне так думается, что здесь ничего-то не то, что печальное, не знаю, нет. По-моему, это радостное такое что-то. Вот люди отдыхают, вот природа, вот это море, вот это небо, вот эти горы. Если люди будут с каким-то, ну, хоть немножко светлым чувством отсюда уходить, просматривать, уже хорошо. Вот мы с тобой сидим, мечтаем о далеких, теплых странах. А ведь на самом деле нужно уметь наслаждаться тем, что окружает нас здесь и сейчас. И еще нужно уметь устраивать праздники. О бассейнных праздниках рассказали на посиделках в Кремле. Осень, хоть и холодная пора, но на печи лежать не время. Во всяком случае, у наших предков, несмотря на то, что к ноябрю урожай уже был убран, трудовые будни не заканчивались. О том, какие праздники отмечались крестьянами осенью и какой работой занимались в это время года ученикам рязанских школ, рассказывают на осенних посиделках в Кремле. Здесь дети могут узнать много чего интересного, в том числе о многочисленных названиях, которые давали месяцам года наши предки. Так, например, октябрь называли и капустником, и листопадом, и свадебником. Ведь именно в этом месяце самого главного октябрьского праздника покрову Пресвятой Богородицы начинали играть свадьбы. Вспоминают в этот день о том, как заступилась богоматит за осажденный врагами город Константинополь, накрыла его своим покрывалом, не дала в обиду. От слов покрывала и покрыть название праздника – покров. С покрова также начинали утеплять избу и топить печи. День становился короче, а вечера длиннее. Их девушки проводили за прялками. Здесь на примере настоящей русской прялки из фондов музея можно узнать, как пряли девушки в старину и какие приметы были связаны с этим ремеслом. Прялка состоит из двух частей. Гребня, похож на расческу, и донца, от слова «дно». Донца ставили на лавку, а уже на донца садилась девушка. А на гребень окрепили скомканные нити. Вот это вот кудель называется. Девушка веретено ставила на коленочку, держала его правой рукой, а левой из кудели вытягивала прядь, скручивала и наматывала на веретено. Раньше вот по ниточке можно было узнать о характере девушки. Если ниточка ровная да гладкая, значит и девушка спокойная да рукодельная. А если же ниточка была вся в узлах, дорвалась, значит и нрав у девушки был непокладистый. Узнать о своем характере смогли и пришедшие на посиделки девочки, попробовав работать за прялкой. Ну а мальчики поближе познакомились с другим необходимым атрибутом крестьян – лаптями. Правда, они их не плели, а мерили, но, пожалуй, именно это и произвело на них впечатление. Мне очень понравилось, как делали лапти. Их так интересно делали, и мы их сегодня померили. На посиделках ребята научились еще одному древнему ремеслу – изготовлению кукол. Кукол раньше делали в полной тишине. Да когда завязывали узелочки, загадывали желания. Но желания должны быть обязательно добрыми, никому не вредить. И тогда они обязательно забываются. Подобные мероприятия больше похожи на путешествия во времени. Ведь здесь ребята могут не только послушать интересный рассказ, но и своими руками прикоснуться к старинным музейным экспонатам, попробовать примерить на себя образ крестьянина, занявшись исконными русскими ремеслами. Это не только интересно и весело, но и познавательно. Ведь каждому из нас, и не только детям, не стоит забывать о своей истории и своих корнях. Действительно яркие, красочные праздники даже в такие хмуро-осенние дни умеют устраивать в школе танцев губернского бала. Они, кстати, открыли новый бальный сезон. На этом мероприятии и побывала наша съемочная группа. Прошлую субботу, 9 ноября, в Гербовом зале Дворца бракосочетания прошла церемония открытия 6-го губернского бального сезона, которую с нетерпением ожидали все любители исторического танца нашего города. Праздник состоял из двух отделений. Первое прошло в Гербовом зале, а второе – в библиотеке имени Горького. Сегодня мы бал проводим, он из двух отделений состоит. Первое отделение – это торжественное, историческое, в котором принимают участие наши друзья из других студий, из молодежных организаций, потому что библиотека Горького не могла вместить в большой зал, поэтому мы здесь вот торжественные обстановки собрали. Школа губернского бала – без сомнения самое мощное бальное движение Рязанской области. Губернские балы с удовольствием посещают представителей и других клубов. Я несколько раз наблюдала, как они участвуют в мероприятиях города. Очень красиво, хорошие костюмы, замечательный руководитель. Вообще все здорово, молодцы. Участники балы с трудом помещаются даже в гербовом зале. Что же влечет людей сюда, в атмосферу минувших веков, безбудней 21 века? Я думаю, стремление к прекрасному прежде всего. Усталость от повседневной рутины, которая в принципе так богата наша жизнь повседневная. Тяга к истории, своим истокам, своим корням, к истокам своей культуры. Главное событие сезона – молодежный губернский бал состоится 1 марта. Но до этого рязанцев ожидают множество других интересных событий. Новогодний бал «Маскарад» в музыкальном театре, французская вечеринка во время рождественских каникул и впервые в истории бал на льду – поддержку Олимпийских игр в Сочи. 9 мая танцоры исполнят вальс на площади, а летом – традиционный народный пляс. Так что, если вы еще не танцуете вальсы и полонезы, у вас есть время, чтобы присоединиться к школе губернского бала и показать себя во всей красе на одном из грядущих мероприятий этого сезона. Для кого-то праздник – это пышные бальные платья, красивые танцы, а для кого-то праздник – это когда к нему на коленке запрыгивает маленький пушистый урчащий комочек. А если этих комочков еще и несколько десятков, и всех их можно погладить и потискать, то это вообще верх блаженства. В древности кошка считалась священным животным. В некоторых странах ее почитают и по сей день. О кошках сложено множество красивых легенд, с ними связаны различные приметы. Но самое главное, что эти милые пушистики остаются нашими лучшими друзьями. На сегодняшний день известно около сотни пород этих грациозных животных. Познакомиться с некоторыми из них рязанцы смогли на выставке кошек «Ладушки». Основная задача таких выставок – это получение титульных оценок, то есть карьерный рост животных в питомниках. Получение оценок имеет значение для заводчиков, для простых же посетителей выставки возможность погладить и просто полюбоваться этими красавцами гораздо важнее. Но где еще сразу можно увидеть такое количество знаменитых кошачьих великанов – мейн-кунов? Эта порода была выведена 150 лет назад в Северной Америке. Основными особенностями этих кошек являются необычная форма головы, кисточки на ушах, как у рыси, очень длинные усы и хвост. Вызывают удивление и размеры к телу. Вес самцов к 4-5 годам может составить около 15 килограмм. Однако всемирную любовь порода получила не только за внешний вид, но и в большей степени благодаря своему мягкому характеру. Эти суровые на вид кошки-великаны совершенно лишены агрессии по отношению к человеку и другим животным. Именно поэтому они легко уживаются в семье, где есть маленькие дети, собаки или другие животные. Еще одна удивительная и редкая порода, представленная на выставке – норвежская лесная. Это старая порода. Она впервые упомянута в средствах массовой информации в 1906 году и пошла действительно из самой Норвегии. Там она была описана и с тех пор развивалась. Норвежские питомники, норвежские заводчики очень серьезно относились к этой породе. Они сохранили ее первозданный вид. Еще внешне от мейн-кунов она отличается тем, что они не намного меньше, но у них другая текстура шерсти. Она отличается заметно. Это желательно, конечно, руками потрогать. Также на выставке вы можете познакомиться с меконским бобтейлом. Многие поначалу путают эту кошку с сиамской. Акрас действительно напоминает сиамских и тайских кошек, но бобтейлов отличает короткий хвостик. Причем у каждого животного он особенный, как отпечатки пальцев у человека. Они родом с берегов Меконга. Это Китай, Таиланд, Камбоджа. И считается, что когда-то они были королевскими кошками, и вот эти вот извитые хвостики, на них принцессы тайские нанизывали свои украшения во время купания. А еще они выполняли даже охранную функцию, были целохранителями, и охраняли сокровища древних храмов. Еще одна особенность этих кошек – их шкурка отходит по всему телу, но при этом им абсолютно не больно. Вот это считается, что тоже развился у них такой признак от того, что там традиционно место обитания змей, и они часто нападали, например, даже на тех же владельцев этих кошек, и кошки вступали с ними в поединок. А вот эта вот кожа помогала им выжить, потому что укус змеи приходился в шкурку, а не в мышцу. Удивителен и их характер. Эти кошки больше напоминают преданных собак. Они привыкают к хозяину, сопровождают его во всех делах и даже могут принести какой-то мелкий предмет – шарик, игрушку или даже тапочки. Такой же преданностью отличается и еще одна порода – канадский сфинкс. Канадский сфинкс – это действительно совершенно удивительные животные. Они очень мало похожи, в общем-то, на кошек по своему характеру, по своей натуре. Даже чисто внешне их чаще принимают за собачек, чем за кошек. Сфинкс, в отличие от других кошек, он как бы вместе с шерстью потерял и свою вот эту кошачью независимость. Они невероятно привязаны к людям, очень привязываются именно к хозяину. Хозяина буквально боготворят и ради него готовы терпеть любые неудобства. Сфинкс никогда не выпустит когти и не укусит хозяина, что бы вы ему ни делали. То есть вот незнакомая обстановка, вокруг камеры, свет, люди, но мы лезем к маме на плечи, целоваться и обниматься. Кстати, сфинксы абсолютно не мерзлявые. Греются они за счет высокой скорости обмена веществ. Так что если сфинкс замерз, он лишний раз поест. Может быть именно поэтому взрослый кот весит иногда столько же, сколько мейн-куны. Также здесь были представлены такие породы, как рэк-долл, британские и сибирские кошки, абиссины. Всего около ста животных. Многие же пришли сюда для того, чтобы найти себе породистого друга. Хотя какая разница, породистым он будет или нет. Самое главное найти в этом маленьком мяукающем комочке родную душу. Ну а на этом наша программа подходит к концу. Увидимся с вами ровно через неделю в калейдоскопе новых интересных событий. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова